Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Кроме того, средства будут направлены на проведение трех больших юбилейных торжеств. Это в первую очередь 70-летие Победы, 120-летие со дня рождения Сергея Есенина и 200-летие со дня рождения святого Феофана Вышинского. Помимо этого финансирование будет направлено на счета регионального фонда по капитальному ремонту многоквартирных домов. Также на заседании депутаты утвердили список кандидатур от областной думы в региональной общественной палате. Помимо этого депутаты расширили форму работы этой общественной организации. Они приняли изменения в областное избирательное законодательство, главным из которых стало введение досрочного голосования. По мнению законотворцев нововведение позволит повысить явку избирателей. А на следующий день в четверг прошло заседание уже городского парламента. И там депутаты Рязанской городской думы впервые выслушали отчет своего главы Андрея Кашаева. Ну и помимо этого они оставили без изменений коэффициент К2 в расчете налога на вмененный доход, то есть на уровне прошлого года. Главным событием сегодняшнего заседания городской думы, безусловно, стал итоговый годовой отчет главы Рязани Андрея Кашаева. В своем докладе председатель Рязанской городской думы отметил, что деятельность этого представительного органа власти прежде всего направлена на решение проблем граждан. Еще в своем докладе Андрей Кашаев отметил улучшение работы депутатов с горожанами, поскольку увеличено как количество общественных приемных, так и часы самих бесед избирателей с депутатами. Рассмотрев отчеты главы Рязани, а также председателя контрольно-счетной палаты города, депутаты обратились к другим вопросам повестки дня, которая, к слову сказать, была весьма обширной. В общей сложности 60 вопросов. Один из них можно без преувеличения назвать резонансным. Депутаты сохранили на уровне прошлого года так называемый коэффициент базовой доходности, исходя из которого начисляется единый налог на вмененный доход для предпринимателей. Как пояснил Андрей Кашаев, сделано это для поддержки малого и среднего бизнеса Рязани. Мы, естественно, даем поручение до 1 ноября подготовить документ, отменяющий то постановление и то решение, и те предложения, которые действительно уже в новых условиях пройдут экспертную оценку и предпринимательского сообщества. Глава Рязани подчеркнул, что городская дом работала и работает в тесном контакте с избирателями, и интересы жителей остаются безусловным приоритетом. Решение Рязанской городской думы о коэффициенте К2, принятой на заседании 26 марта, уже официально опубликовано, и вступило оно в силу 28 марта, то есть на следующий день после опубликования. Всю прошлую неделю муссировались слухи о возможной приостановке деятельности Рязанского нефтезавода после того, как на одном из заседаний Государственной думы представители оппозиционных парламентских фракций пожаловались на многочисленные выбросы вредных веществ. Решить проблему с загрязнением воздуха должна начавшаяся модернизация очистных сооружений предприятия. На пятничном заседании рабочей группы по вопросам реконструкции очистных сооружений Рязанской нефтеперерабатывающей компании собрались представители регионального правительства, руководства РНПК и общественности. В начале обсуждения первый зампред областного правительства Сергей Самохин сообщил, что этот важный для экологии города вопрос находится на постоянном контроле чиновников. Проблема серьезнейшая. Мы все прекрасно понимаем и отдаем отчет тому, что мы делаем. И группа создана была не для того, чтобы мы кого-то представили и попиарили перед камерами, извините, или на страницах газеты, чем пользуются, к великому сожалению, некоторые наши представители, а для того, чтобы мы решили проблему. Мне приятно было сегодня услышать из уст наших и руководителей федеральных структур и представителей общественности, что за время работы вот этой рабочей группы, этой комиссии у нас уменьшилось количество обращений жителей по проблеме. Действительно, я вам просто гарантирую и заявляю абсолютно авторитетно, за этот период уменьшилось количество выбросов, которые мы фиксируем нашими стационарными передвижными постами. Также Сергей Самохин сообщил, что Рязанской нефтеперерабатывающей компании все-таки удалось найти необходимые средства на полную реконструкцию очистных сооружений. На сегодняшний день практически завершены все проектные работы по реконструкции очистных сооружений. Они состоят из трех частей. Наши очистные сооружения биологические, которыми пользуется завод и весь город. Механические очистные, механохимические. Механохимическая очистка. Это только которые необходимы для нашего предприятия. И также мы проектируем еще узел утилизации биошламов. Это Балка Поленская. Там, где биошламы складируются на сегодняшний день. Мы планируем их тоже все утилизировать. Работы начнутся уже в этом году, а завершатся они к 2018 году. Кроме того, рабочая группа по экологии будет проводить постоянный мониторинг атмосферного воздуха в районе Южного промозла. Комиссия проработала год. И за этот год, ну можно сказать точно, что экология не ухудшилась. По той причине, что основной задачей мы ставили это мониторинг экологии. И в этом направлении экологии города, в этом направлении мы будем и дальше двигаться. Вы, наверное, уже слышали, что на следующей неделе мы уже выезжаем на другие предприятия, где будут проходить заседания комиссии. Также на заседании обсуждался вопрос, прозвучавший в некоторых средствах массовой информации о закрытии РНПК на трехмесячный срок. Первый зампред регионального правительства Сергей Самохин заявил, что если завод остановить, то это не решит, а напротив, значительно прибавит резание экологических проблем. Он напомнил, что на очистные сооружения РНПК поступают стоки всех промышленных предприятий областного центра. Если компания прекратит работу, будет парализована и вся городская канализационная система. На совещании выступили представители региональных отделений Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и Росздравнадзора. Они отметили, что экологические проблемы в Рязани, как и в любом промышленном городе, существуют. При этом ведется системная работа по их решению. Представители ведомств также подтвердили, что на сегодняшний день никаких оснований для закрытия предприятий, в том числе и нефтеперерабатывающей компании, нет. На этой неделе, в четверг, в Советском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении первого мэра Рязани Валерия Рюмина. Это дело, конечно, стало резонансным, поскольку владельцы газеты «Вечерняя Рязань» обвиняли по статье вымогательства группы лиц по предварительному сговору. О том, чем завершилось судебное заседание, в репортаже Олеси Харлиной. В биографии Валерия Рюмина ярких событий, в том числе эпатажных, было много. В качестве владельца издания «Вечерняя Рязань» он не в первый раз становится фигурантом уголовных дел о вымогательстве. Например, в 2003-м откупиться от публикации негативных материалов экс-мэр предлагал депутату Николаю Булаеву. В августе 2013 года Октябрьский районный суд Рязани взыскал в пользу следователя по особо важным делам Виталия Бочкарева более миллиона рублей за опубликованное в газете открытое письмо Рюмина. Но, кажется, обвиняемые сегодня в хорошем расположении духа. Шутят с прессой и просят прислать красивое фото прямо в камеру. Террицарать, няня, холодильник, текать, няня, ну хоть минуты, розетку севать, да? Я же почитаю. На этот раз Валерия Рюмина и Сергея Панина суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, осужденным придется заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей с каждого. Осужденный, понятно, предовор? Да, Ваша честь, таким приговором надо гордиться, что ему делается. Срок и порядок обжалования приговора понятен? Да, прошу мне вместе с приговором... Судебное заседание объявляется закрыто. Ваша честь. Напомню, депутату и его сообщнику вменялось вымогательство группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере. Период с января по февраль 2013 года в городе Рязани Панин, действуя по предварительному сговору с Рюминым, требовала должностного лица передать им денежные средства в размере 3 миллионов рублей, угрожая в случае отказовых передачи, распространить в газете «Вечерний Рязань» позорящие сведения о якобы имевшем месте незаконном использовании должностного положения, а также неэтичном поведении. Передача денег происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов. Сергея Панина задержали с поличным. Однако фигуранты уголовного дела эту ситуацию видят иначе. Почему недоволен? Я доволен. Сегодня в стране другого быть не может. Если вы что-то пытаетесь сказать, значит вас все равно посадят. Ну или убьют. Адвокат потерпевшего Аркадия Фомина Владимир Смирнов остался доволен решением суда. Защитник Рюмина Алексей Пилипенко, разумеется, против и будет обжаловать приговор. Я считаю судебное решение сегодняшнее ошибочное. И осуждение Рюмина – это результат провокации со стороны правоохранительных органов. Собственно, так считает и мой подзащитный изначально. Скажи, кто твой враг, я скажу, кто ты. Кстати, здание на площади Мичурина, где проходило заседание, в распоряжении суда передал когда-то именно Валерий Рюмин. А теперь к другим темам недели. В нынешнем году сразу два юбилейных события отметит наш город. Это, во-первых, 70-е годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, а во-вторых, 85-летие создания воздушно-десантных войск. Название конференции – роль десантных войск в укреплении обороноспособности страны. От исторического опыта к современным реалиям. Символично, что конференция проходит в Рязани, легендарной столице ВДВ. Воздушно-десантные войска выполняют задачи всегда в интересах общевойсковой группировки. Поэтому, разумеется, в своем тесном кругу мы всегда утверждаем, что десантники – это лучшие, единственные и незаменимые. Но в рамках всех вооруженных сил, которые охраняют покои нашего государства, мы являемся, конечно, элементом данной системы. И не можем сказать, что мы одни, единственные, неповторимые, способны решать все задачи. Все задачи решают все военные в равном составе. Но десантники – лучшие. Конференция проходила на нескольких площадках. На базе училища ВДВ, Рязанского государственного университета им. Есенина, библиотеки им. Горького и музея истории ВДВ. Участники конференции обсуждали актуальные проблемы и выдвинули ряд предложений по повышению престижа военной службы. Наращиванию оборонительного потенциала, усилению работы с молодежью в части патриотического воспитания. Ну а рязанские старшеклассники на неделе начали досрочную сдачу единого государственного экзамена. Желающих сдать пораньше не так много, поэтому в городе организовали один пункт приема экзамена, оборудованный в 13-й школе. Из нововведений – это разделение ЕГЭ на два варианта – базовый и профильный. Разделение в сдаче госэкзамена на базовый и профильный – новый формат, который появился в этом году. Для получения аттестата об окончании школы достаточно сдать предмет на базовом уровне. Профильный – необходим выпускникам для поступления в ВУЗы. Именно для второго уровня сегодня проводили испытания. Сегодня выпускники имеют возможность сдать математику профильный уровень. Для чего предоставлена им эта возможность? Для того, чтобы использовать сдачу этого экзамена при поступлении в институт, именно где необходима профильная математика. Для тех, кому эта возможность не нужна, они сдавали экзамен 23 марта – математику базовый уровень. То есть это позволит им спокойно получить аттестат о среднем общем образовании. Списывать на экзамене по-прежнему невозможно. К видеонаблюдению, которое дает картинку онлайн как в Рязани, так и в Москве, добавили в этом году и еще одну меру борьбы со списыванием – глушилки сотовой связи. Из-за нового введения можно отметить, что сейчас у нас глушилки, телефонные связи устанавливаются, но видеонаблюдение ведется по всему пункту, но это уже не такие крупные нововведения. Они все были и уже в прошлом году. Мы ежегодно принимаем экзамены, поэтому ничего особо нового для нас в этом нет. Для сдачи математики в досрочный период сегодня пришли 13 человек. Продолжительность ЕГЭ по математике составляет 3 часа 55 минут. Минимальное количество баллов единого госэкзамена, необходимое для поступления, составляет 27 баллов. Напомним, что теперь документ на руки не выдается. Все результаты занесут в федеральную информационную систему, и они будут доступны только в электронном виде. Бумажные документы с результатами ЕГЭ упраздняются из-за участившихся случаев их подделки. Кроме того, в ближайшее время откроется специальный портал, на котором любой ученик сможет посмотреть результаты ЕГЭ, указав свои паспортные данные. Период сдачи досрочного экзамена продлится до середины апреля, а основная волна в ходе, который экзамен сдаст большинство выпускников, начнется в конце мая. В следующем видеосюжете речь также пойдет о школьниках. Два парня, Михаил Медин и Лев Шибаев, в прошлые выходные спасли от огня жилые дома поселка Красный Восход. Это в Рязанском районе, неподалеку от Ворских. А вот как это было, расскажут сами ребята в репортаже Оксаны Тебенихиной. Двое ребят, Миша и Лева, живут в поселке Ворские. Казалось бы, обычной подростке 13 и 14 лет. Но на деле оказалось, что эти мальчишки куда более ответственны и смелы, чем многие взрослые дяди. Ребята, прогуливаясь после школы по соседнему поселку Красная Заря, заметили черный дым. Любопытство привело их к настоящему пожару. Мы просто пошли гулять. И когда вышли из дубовки, мы увидели пожар. Мы подбежали, начали... Сначала просто думали, что так это не страшно, а потом начали... Ну, подбежали, начали тушить. Подручными средствами смельчаки начали борьбу с огнем. Пламя, между тем, было достаточно высоким. Поняв, что ситуацию выходит из-под контроля, ребята позвонили профессионалам своего дела. На место прибыли два пожарных расчета. Минут 10-15 прошло, они приехали. И, ну, все затушили. Вы им помогали? Да. А чем помогали? Так же? Ну, нет. Мы помогали как бы, ну, вручную, своими средствами, палками. Ну, чем попало? Землей, там, водой? Да. Сейчас управление МЧС нам обещало написать благодарственную, как бы, бумагу. Узнав о том, что сделали ребята, их родители сначала, конечно, очень испугались. Мы зачем-то ходили. Сначала накричали, а потом уж, как бы, порадовались о нас. Ну, как всегда. Да. Классный руководитель Миши, Елена Николаевна, своим воспитанникам очень гордится. Еще бы. Разве не может не радовать, что воспитательная работа, в которую преподаватели вкладывают всю душу, не пропадает даром, а даже наоборот приносит положительные плоды. Мальчики, я знаю, серьезные. Если что-то где-то случается, вот такое ЧП, они в стороне не останутся. То есть они помогут. Они и в школе хорошие помощники. Я, конечно, сначала очень испугалась, как там, что с ним. Мне сказали, все в порядке, он и сам здоров, и помог до пожарников погасить. Я, правда, Миша, очень горжусь тобой, потому что другой бы растерялся. Огонь, стоял дым, говорят, чернота была видна из нашего поселка туда, до Красного восхода. Ну, ребята, что вам можно сказать? Никогда сами не разжигайте костры, будьте смелыми, всегда приходите на помощь, если кто попросит. Удачи всем. Совсем юные уже герои. Не пример ли это для нас, взрослых людей? Пожалуй, это повод, чтобы задуматься. Еще о городских делах. В последние годы все большие значения для городской среды и для комфортной жизни горожан приобретают вопрос экологии. Лучшие ученые умы пытаются устранить проблемы, связанные с загрязнением воды и воздуха. Одним из возможных ответов на угрозу может стать замена автомобилей, оснащенных бензиновыми двигателями, на безопасные электромобили. Инженеры Рязанского приборного завода вносят большой вклад в развитие электрифицированного транспорта. Не так давно они приступили к демонстрации возможностей собственного изобретения зарядной установки ФОРа. Это опытный образец первой российской зарядной станции для электромобилей. Произведена она здесь, на Рязанском приборном заводе. По своим техническим характеристикам установка не уступает зарубежным аналогам, позволяет заряжать электромобили любых производств и вскоре позволит решить задачу импортозамещения. Сейчас на базе Рязанского приборного завода созданы три опытных образца электрозарядной станции ФОРа. Тип «Медленная зарядка», «Экспресс-зарядка» и двухпостовая для зарядки одного и двух электромобилей соответственно. Этой весной Москва уже приступила к тестированию опытного образца. Полномасштабные исследования продлятся до конца 2015 года, а предложение специалистов послужит основой для доведения новой российской электрозарядки до серийного производства. Начало идеологии всей этой работы, она где-то была в 2011 году положена. Год, наверное, на рассмотрение всевозможных вариантов, где мы себя видим в этой работе, какие возможности у нас есть. Закончили с тем, что в 2012 году у нас состоялся контакт с УАО «АвтоВАЗ». И в результате этого контакта мы попытались и сделали силовую установку быстрой зарядки электромобилей «Эллада». Универсальное зарядное устройство «Фора» будет обеспечивать параметры зарядки на уровне лучших мировых образцов, а также сможет легко адаптироваться под электромобили разных производителей, такие как «Тесла», «Митсубиши», «АвтоВАЗ». Сейчас, в общем-то, водитель подключил свой электромобиль к зарядной станции «Медленный». Таким образом, что с помощью RFID-карты он получил доступ к электросети. И подключив электромобиль, он приступил непосредственно к получению электроэнергии на электромобиль. На индикаторе можно увидеть, как электроэнергия отпускается, и идет, значит, от индикации отпущенной электроэнергии. После окончания, когда процесс закончится, с помощью приложения RFID-карты к соответствующей зоне зарядной станции, происходит открывание люка станции, и таким образом выдергивается вилочка, и электромобиль, уже с соответствующим полным баком электроэнергии, может спокойно уезжать. Владелец электрокара говорит, что это не единственное авто в его гараже, так как, по его мнению, электромобиль подходит больше к летнему времени года. На зарядку такого авто уходит где-то час. Для этого у нее есть автомобильная зарядка штатная, 220 вольт. Она заряжается порядка 10 часов, то есть составляю на ночь еще, она заряжается. А в процессе приобрел приборного завода, приобрел зарядное устройство, которое заряжает быстрый заряд, 380 вольт. Очень довольный. По мощности она все то же самое, как и обычная Калина. То, что у нее разгон идет, если у обычной Калины 7 секунд, то это 10 секунд, 3 секунды разница, там 100 километров. Это незаметно. Сказал бы, она более приемистая, поэтому не надо получать скоростя, не все остальное. Ну, довольно быстро. По оценкам экспертов, потребность России в зарядной инфраструктуре оценивается как минимум в 500 тысяч зарядных станций всех типов. Сейчас в мире насчитывается около 300 тысяч электромобилей. В 2020 году доля электромобилей может достигнуть 10% от общего числа автомобилей в мире. В Рязани сортовала городская декада здоровья. Теперь на протяжении весны в городских общеобразовательных и спортивных школах пройдут массовые физкультурные мероприятия, основной девиз которых – выбирать здоровый образ жизни. В одном из фитнес-центров нашего города прошло мероприятие в рамках декады спорта. На спортивной тусовке, а именно так назвали действия организатора, было много представителей молодежи. В программу мероприятия также вошли мастер-классы по карате. Те, кто пришел в спортзал в первый раз, узнали о спорте много нового и интересного. А для тех, кто ходит в тренажерный зал на постоянной основе, были организованы занятия по повышению их спортивной квалификации. Я с детства занимаюсь спортом, и это у меня уже вошло в привычку. Без спорта я уже не могу. Смотря на обычных людей, которые не занимаются спортом, я их, грубо говоря, не понимаю. А почему они не занимаются спортом? Спорт развивает все – и характер, и сил, и выносливость. Спортом заниматься важно не только сейчас. Это важно всегда. Спорт воспитывает характер, дает очень много качеств, которые мы можем использовать в жизни. Я раньше занимался греблей на байдарке. И вообще вот эти физические упражнения для меня, ну, достаточно так, ну, нравится очень. А сейчас, ну, больше так физкультура для себя. В нашей стране в последнее время заниматься спортом стало престижно и модно. Возможно, что причиной послужило введение норм ГТО в 2014 году. Будем надеяться, что занятия физической культуры продолжат набирать обороты и становятся еще более популярным среди молодежи еще очень долго. Ну, а чтобы провести время с друзьями, не обязательно посещать спортивный зал. В нашем городе есть большое количество мест отдыха, где можно в комфортной атмосфере с приятной музыкой и отличным меню занять свой досуг. Одно из таких мест – это ресторан «Бифранчо». Давно известный и полюбившийся всем ресторан «Бифранчо» предлагает своим гостям новые залы с уютной атмосферой для ценителей красивого, элитного, спокойного отдыха. Операционный директор сети ресторанов группы компании «Люксор» Владимир Комаров говорит, что «Гастропапа» сделал новое емкое, но оригинальное авторское меню для гурманов, при этом сохранив традиции мясного ресторана. Изюминка нового предложения – это хороший, качественный продукт. Не секрет, что наша страна богата дичью, ягодами, грибами. На все это и сделал ставку шеф-повар ресторана. Эксклюзивность этих блюд в том, что это дорогостоящие продукты, они требуют определенных умений приготовления. Не каждый повар в Рязани умеет готовить дичь. И чтобы наши гости были довольны, мы сделали меню именно маленьким, емким, аккуратным, чтобы они могли попробовать также блюда, которые были в меню. Стейки, естественно, всегда и есть, и будут неотменным атрибутом «Бифранчо». И, скажем так, небольшое спецпредложение, которое немного отвлекет людей от повседневности. И комплименты каждые выходные для гостей. Комплименты – это, скажем так, тайна, покрытая мраком. Это подарок для гостей, чтобы всегда вы их удивлял. С удовольствием его вам сегодня покажу. Гостей новых залов ожидает эксклюзивный интерьер, удобная мебель, уютная атмосфера, авторская кухня и высококлассный дружелюбный сервис. И на этом наш еженедельный информационный выпуск подошел к концу. Такова выдалась новостная неделя в изложении наших корреспондентов. Желаем вам приятного отдыха в эти выходные. И до встречи в эфире программы «Время говорить» на будущей неделе. До свидания. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Субтитры создавал DimaTorzok